Всем привет, ребята! Сегодня говорим с вами про завтраки. Кому нужны завтраки, кому не нужны завтраки. Ох, полемику развели! Вы на канале 30+, я нутрициолог-психолог Алена. Можете задавать вопросы, я с радостью вам отвечу. Мне пишут вопросы, а если я не буду завтракать, мне станет плохо? Может, некоторым может, некоторым не может. Давайте буду рассказывать из своей практики. Я всего лишь нутрициолог, который с медицинским психологическим образованием, я медицинский психолог клинический, вижу людей с разными заболеваниями достаточно часто в своей терапии и в своих консультациях, когда я подбираю нутрицептики. Многие пропускают прием пищи, они что угодно делают, пьют кофе, курят, пьют воду, но откладывают до часу, до двух. Это называется периодическое голодание. Если человеку так удобно, я знаю таких некоторых спортсменов, то пожалуйста. Но просто после такой истории у многих начинаются проблемы с ЖКТ. А вообще, проблемы с ЖКТ есть у 90% людей. И какой бы вам доктор не рассказывал про какую-то идеальную систему питания, ее, к сожалению, не существует. Потому что у нас есть токсины в организме, у нас есть моменты очищения организма, и от этого будет зависеть ваш завтрак. Например, у человека, у которого перегружена лимфа, забита очень сильно система отходами, шлаками. Если я ему скажу на завтрак, там есть высокобелковые продукты, не всегда он это захочет. Но люди, которые привыкли завтракать кашами, фруктами, каша с фруктами, это высокая гликемия и просто путь в инсулин-резистентность. Смотрела недавно очень одного популярного доктора, я люблю смотреть докторов, и она рекомендовала есть на завтрак цельнозерновой хлеб. Цельнозерновой хлеб, ну, ребята, ну, как бы, ну, сразу надо понимать, какие моменты это под собой дальше ведет. То есть выбор за вами всегда. Ошибаться можно во всем, все мы не идеальны. Но вот у меня, спрашивайте привычки, у меня система LCFH, я не на кето. Утром максимально работает наша система пищеварения, и желудок, и желчный пузырь, и поджелудочные готовы к работе и ждут полноценный завтрак, а не кружечку кофе с сахаром. Чашка кофе с сахаром, это ни о чем. В то же время, к вечеру, напротив, активность пищеварительной системы снижается. Соответственно, если ваш самый объемный прием пищи приходится на вечер, пища будет сложнее перевариваться, что может появляться как дальше лишний вес, так и желание поспать. Конечно, к вопросам питания всегда нужно подходить очень-очень индивидуально и учитывать ваши личные особенности и приоритеты. Например, если мы с вами говорим про то, что вы прям там в 6-7 утра уже занимаетесь физкультурой, то, простите, запхав себя, как советуют там эти самые драгоценные яйца, не всегда эти яйца идут в топку. Например, вы можете сдвигать завтрак на позже по времени, например, завтракать после тренировки, если вам так удобно. Напротив, если вы находитесь в сильном стрессе, то вам рекомендовано завтрак в течение часа после пробуждения. А тренировка натощак может вызвать у вас действительно приступ кортизольного такого состояния, злую шутку. Поэтому так важно подходить к выбору режима питания индивидуально. Если самостоятельно вам сложно разобраться, если вы чувствуете, что режим, который вы имеете сейчас, не приносит результатов, то здесь я вам могу помочь и здесь подсказать вам своими знаниями. Завтрак задает дизайн всего нашего дня, энергии, настроения и дальше нашего поведения. Но для этого принципиально важно, чем именно вы завтракаете. Не любой завтрак обеспечивает все преимущества. Например, мощный заряд энергии, когда мне говорят, я поел кашу с молоком, это мощный всплеск инсулина и не особо как бы все работает. Ты есть то, что ты ешь. А в смысле этой фразы Гиппократ еще давно сказал. И понятно, что когда вы уходите в какие-то критические моменты, то это не очень хорошо. Каша с сахаром, фруктами и медом на завтрак это путь в диабет. Круассанные булочки на завтрак с кофе это путь в диабет. Другой момент, вы наверное уже догадались, что быстрые углеводы чаще всего с трансжирами, добавлением сахара в составе очень калорийные. И это дает очень сильный всплеск инсулина. Это боль для нашего ЖКТ. Ему такое совсем не нравится. И мы чуть позже разберем подробнее почему. Другой момент, кофе натощак вместо завтрака. Почему это плохо? Во-первых, кофе будет раздражать слизистую пищевода и слизистую желудка. Если у вас уже есть заболевание ЖКТ, желудка, вам не рекомендую пить кофе натощак. Другой момент, кофе. Когда вы пьете кофе, у вас поднимается уровень адреналина в крови. А утром мы и так имеем высокий уровень кортизола. Поэтому, если вы не можете утром проснуться без кофе, это говорит уже о проблемах с надпочечниками. И усугубляет. Не забывайте, на каждую чашку кофе мы должны выпить дополнительно чашку воды. Конечно, не значит, что кофе нужно срочно полностью убрать. Но попробуйте его пить через час, хотя бы после завтрака. Другой момент, что нужно ежегодно делать каждому человеку, чтобы быть здоровым. Соки, фреши, смузи на завтрак. Почему сок это не лучший вариант? Потому что сок это чистая глюкоза и фруктоза. Для этого, чтобы в течение дня у вас был стабильный аппетит, без резких скачков, сильного голода, вы не должны на завтрак сильно поднимать уровень сахара. Другой момент, к такому фрешу надо добавить зеленого. Очень много всего, чтобы сгладить. Идеальные смузи, это, если вы их едите, я, например, не ем, это зеленка. То есть фрукты вообще с клетчаткой должны быть. Не советую вам пить вообще никакие соки. Дальше. Если мы с вами говорим, что на самом деле наше пищеварение задолго начинается в нашей голове, поэтому медитация, осознанность и идеальный завтрак, это сбалансированный, который имеет белки, жиры, дойдут долгую сытость, клетчатку и немножко углеводов для настроения. И лучше всего сложно. Вода. Постарайтесь не запивать завтрак большим количеством чая или кофе. Так это может ухудшить просто усвоение питательных веществ. Что есть на завтрак при правильном питании? Я уже, надеюсь, ответила. И другой момент, пишите вопросы.